Многим от бабушек и дедушек остаются на память фотоальбомы, книги «Дорогие сердце украшения». Потомкам брещан, которые поучаствовали в республиканском проекте БРСМ «Парк семейных деревьев», по наследству перейдет возможность гордиться тем, что у них есть свое семейное дерево. Так, 16 семей заложили аллею вблизи музея паровозов, посадили молодые дубы и липы. Мы высаживаем с молодыми семьями аллеи семейных деревьев. Это наша не первая аллея Брестского городского комитета. Мы ее начали осенью и сейчас продолжим эту аллею чуть дальше. Республиканский проект по закладке парков семейных деревьев «Аллеи и скверов» рассчитан на несколько лет. Ведь каждый желающий в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов сможет посадить дерево в специально отведенном месте. Рядом с ним в рамках проекта можно будет установить табличку с генеалогическим деревом семьи и ухаживать, передавать заботу о нем своим потомкам. Хороший повод для семьи показать пример своему ребенку о том, что есть какие-то ценности в жизни. Как говорят люди, прежде всего человек, когда появляется на свет, он должен посадить дерево, построить дом, семью. Это начало положенного. У ребенка будет стимул уже построить дом и благоустроить наш красивый зеленый город. Маленькое дерево – это маленький росточек, символизирует некое что-то совместное, некоторое взгляд в будущее, которое возможно когда-нибудь здесь придут. Наши потомки покажут пальцем, скажут, что здесь куда-то стояли мы. Природа тоже наш близкий друг и требует к себе хорошего отношения. Это как никто другой понимают студенты технического университета города над Бугом. В рамках республиканского субботника они с радостью присоединились к экоакции, проходящей на территории Центра молодежного творчества. И за пару часов совместно с работниками ЦМТ молодые люди убрали от листьев и мусора всю прилегающую территорию. Стоит отметить, что студенты технического университета также помогают и одиноким пенсионерам, которые в силу пожилого возраста не могут вести хозяйство самостоятельно. В рамках республиканского субботника мы убираем территорию Центра молодежного творчества. Также если говорить о тех площадках, на которых наши студенты работают на данный момент, то хотелось бы отметить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Соответственно, там работает на данный момент более 150 ребят, которые тоже наводят порядок. Также мы принимали участие в городских акциях по наведению порядка. Наши ребята-волонтеры убирали остановочные пункты в городе Бресте, соответственно, чистили стекла, убирали мусор. Со стороны горожан очень позитивно воспринимаются такие мероприятия. Они говорят студентам слова напутствия, говорят о том, что это действительно правильно. Это взбадривает ребят, они еще более активно работают по наведению порядка. Всего в наведении порядка на закрепленных городских территориях участвует порядка 300 студентов Брестского государственного технического университета. Немаловажен тот факт, что сохранение чистоты и порядка окружающей среды – это своего рода знак уважения природе, а также повод старшему поколению гордиться тем, что у них растет достойная замена. Анастасия Мелешкевич, Александр Богданович, Александр Воронин, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.